Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Четверг вокруг финансов Сергеем Маликовым. Доброе утро! Доброе утро! Да, в прошлый раз, ну вот время так быстро бежит, это было позапрошлый четверг, мы говорили о такой интересной теме, как криптовалюта, и это понятно, поскольку тогда биткоин взметнулся вверх, сейчас он, кстати, по-прежнему растет, но, как обычно, вот такие колебания, наверное, могут быть. Тема вызвала большой изонанс, но сейчас мы поговорим на еще одну очень интересную тему, о личности, я бы сказал, в экономике, не знаю, в глобальной экономике, в финансах, и такая легендарная личность Илон Маск. Вот в прошлый раз мы сделали такую анонс, интригу, что без Илона Маска, наверное, в нашей передаче никак нельзя будет обойтись. Почему? Да, все, кто думает, куда инвестировать, куда вкладывать, думал о каких-то акциях, о каких-то инструментах, естественно, все знают и слышали о том, что есть такая компания Tesla, и акции выросли в 10 раз за последний год. Я хотел бы сразу оговориться, что давайте в рамках передачи не будем агитировать покупать акции Теслы, продавать акции Теслы или продолжать держать акции Теслы, просто можем разобрать… Ответим это просто как такой предмет исследования. Да, да, просто предлагаю разобрать его как личность, его проекты, какие-то плюсы, минусы, чтобы каждый для себя мог проанализировать и сделать выводы, как ему поступать, покупать, держать или продавать. Ну вот для затравки и для интриги, ну вот мы знаем, что если изначально воспринимали Теслу, ну как таковую, не вдавая свою техническую подробность, просто как какой-то такой, ну какой-то невероятный космический проект, взгляд в будущее, сейчас мы видим, что целый ряд вот компаний, мировых автогигантов тоже производят электромобили, да, и тем не менее, все равно вот эта уникальность этого проекта, она остается. Вот почему? Конечно, в личности, в первую очередь, в личности Илона Маска, это здесь надо отдельно поговорить, да, то есть, ну все знают о том, что он там был создатель компании PayPal, вышел оттуда очень удачно, продав свою долю eBay, получил 160 миллионов и вложил эти деньги в первую очередь. То есть, у него первый проект был, это Solar Roof такой и Tesla, да, то есть, Solar Roof, это как бы интересная такая технология, черепичная крыша с элементами солнечных батарей вмонтированных, то есть, идея классная, то есть, получить независимость от поставщика электроуслуги, имея свою крышу, которая так выглядит. Но опасная. Но опасная. Получилось таким образом, что часто бывает так, идея хороша, но реализация не очень. Получается так, что пик нагрузки потребления электроэнергии происходит зимой, когда все в Америке топятся колориферами и происходят обрывы электросетей, именно в этот момент и нужна независимость от электросети иметь свое электропитание. А, к сожалению, крыши тогда и в снегу как раз, да. И это не помогает. Да, плюс цена в 40 тысяч только за покрытие, это как бы очень узкий рынок для рынка Калифорнии, да, то есть, для зазыжиточных американцев, которые живут на юге. Ну, этот проект как бы есть, но такого большого-большого мега-успеха он пока не получил, да. Вот сейчас важный, наверное, такой момент, который ты сказал. Значит ли это, что фактически вот эти проекты Илона Маска изначально были, ну, как бы рассчитаны не на массового потребителя, а на очень богатых? Я понимаю, что в Америке их тоже достаточно много, но тем не менее. Все новые технологии, они идут для богатых, конечно. Изначально пока не были, да. Изначально, конечно. То же самое и с Теслы. Ну, вот, смотрите, машинка стоит пустая 80 тысяч, с какими-то комплектациями она будет под 100 тысяч долларов. Не каждый может себе такую машину купить еще, беря во внимание, что покупка происходит через интернет, как айфон. Ты выбираешь на сайте комплектацию себе, заказываешь, то есть, нету… Пощупать автомобиль ты не можешь, условно говоря, и тест драйва тоже у тебя не будет. Да, это новый такой тренд, именно покупаешь, как в интернет-магазине, да, потому что… За большие деньги, между прочим, да. Ну, да, 100 тысяч – это большая сумма для любой машины, да, даже для премиум-сегмента, да. Поэтому вот такая концепция, да. Ну, я хотел бы еще пару слов сказать про Илона Маска, да. Многие, конечно, знают, что он неординарная личность, что он там женат на певице с российским, с украинским происхождением. Ну, вот, допустим, из таких интересных примеров, вот он интересно детей как бы назвал, последнего сына он назвал X-A-12, да. Меня сын спросил, почему А-12. Я тоже, конечно, фанат, фанат легендарного самолета Blackbird в корпорации Lockheed Martin, которая делает 2,5 маха. Это, чтобы вы понимали, 3000 км в час. Но, допустим, мой фанатизм ограничился тем, что я ребенку просто показал в Нью-Йорке этот самолет, как он выглядит. Называть его X-A-12 вы не стали, да. Да, не стал, да. Поэтому, как бы, вот так, отходя в сторону, да. Значит, по Тесле, да, идея хорошая, машины продаются, но здесь всегда есть маленькие-маленькие нюансы, допустим. Если, вот сейчас почему Тесла сильно выросла, потому что пошла информация, что все, компания 10 лет работала с убытками, все машины продавала с сильным убытком. А сейчас она как бы вышла в маленький плюс. Но, опять же, есть везде нюансы, да. В плюс она вышла не потому, что дороже продают или больше продают, а потому что просто по американскому законодательству все производители, General Motors, Volkswagen, они должны также по американскому законодательству производить не только дизельные или бензиновые машины, но и электрические. То есть у них есть квота на производство. Если хочешь много бензинового, производи параллельно электрические. А, это обязательно требование, да. И Тесла просто продает свою квоту, так как они продают только просто электрические машины, они продают свою квоту другим производителям. Дальнюю Бенцу, Volkswagen, и тем самым на дополнительном заработке компенсируют свой этот убыт тогда. Но, поймите, электрические машины, ничего такого нового нет. О электрических машинах Мерседес заявил, они делают машину, Volkswagen производят. Опять же, корпорация Apple очень серьезно ведет разработку тоже электрической машины, которая тоже будет очень технологична. А вот здесь важный вопрос, может быть, такой технический. А может быть, вот вы сказали очень такую важную фразу, то, что вот возросли акции Теслы. Это как-то коррелировалось с ценой самого автомобиля? Или это разные вещи, чтобы люди понимали? Нет, это разные вещи. Акции и Тесла, и автомобили. Разные вещи, то, что акции выросли, и то, что это знают все. Но мало кто знает, мало кто знает, что в отношении Теслы и Илона Маска даже проводилось расследование комиссии по ценным бумагам американской. Потому что многократные заявления о том, что знаете, акции Теслы переоценены, сразу падение происходит на 10%. Или, допустим, опять же, после того, как вот таких манипуляций, или, допустим, опять же, падение сильно произошло, когда он выступал в радиостудии, и по фотографиям было видно, что он явно курил не сигары. Понятно. Не сигары, да. Опять же, инвесторы… Это было в очень приподнятом настроении. Да, да, эти фотографии есть в интернете, и как только инвесторы серьезно это увидели, опять же, падение произошло, опять же, сразу на 10%. Что вы понимали, это очень много. То есть это говорит о том, насколько вот акционный рынок, он чувствительный вот для всех таких вот колебаний, да? Да, да, да. Опять же, когда биткоин начал расти, сказал, что вот вкладывают миллиард, миллиард активов реального кэша в биткоин, и биткоин рост, это все взлетело. Как только биткоин упал, акции опять тоже сразу упали. Хорошо, вот, допустим, представим, что вот нас слушает, это так и есть, простой радиослушатель, да, то есть он не входит в список миллионеров, да, значит ли это, что вообще вот эти все амбициозные проекты, о них, может быть, чуточку попозже еще поговорим, в том числе акции Тесла, это все не для среднестатистических обывателей, им не стоит вообще замахиваться на эти акции. Не в смысле, что надо рекламировать, просто вот такой вот совет и экспертиз. Так сказать нельзя. Если человек, допустим, решил что-то вкладывать, часть своих активов, допустим, разделил там на несколько частей, часть вложил в недвижимость, часть оставил просто на черный день, часть сложил акции, то акции можно покупать, но они могут быть в портфеле в рамках там 5 или 10 процентов, да? То есть если будет сильный рост, тогда почувствуется какой-то заработок, но если они сильно упадут, то потери не будут глобальны. Основной момент не вкладывать много в одни акции. Может быть, как раз об этом и звонок нашего радиослушателя. Одевайте, пожалуйста, наушники, и сейчас мы примем звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я вот простой радиослушатель, но я так просто для примера скажу. Вот я веду бизнес, но насколько надо делать грамотно рекламу, мне вот все время показывает этот Илон Маск, да? Вот я просто два примера, на взгляд, скажу. Вот не надо платить там в газету, по телевизору, оплачивали, покупайте Теслу, а просто ее в космос запусти, и каждый блогер с каждого утюга в каждом там компании будут разговаривать, как запустили Теслу в космос. Это один пример. А второй пример я покажу, расскажу, как вот он сделал, была такая фишка, задыми Теслу. Вы знаете машину РАМ, там, 5-литровый двигатель. Вот проезжает машина РАМ, и надо нажать на газ, чтобы Теслу с выхлопной трубы задымило черным-черным дымом. Ну, сзади едет Тесла, и это все снимается на супер-камеру с идеальным качеством, как будто бы сделана реклама так, как будто бы видеоролик просто сделан так, что сама Тесла это снимает и выкладывает в интернет, что проезжает мимо РАМ. Вот это вот грамотный подход, как надо прочувствовать людей, что вот, ну, вроде простой обыватель, как я, но поверит в то, что простая вот машина РАМ будет проезжать, и это, в принципе, реклама РАМ, но на самом деле это реклама Теслы. Вот так вот надо делать маркетинг. В этом и вся фишка. Спасибо большое. Ну, вот наш радиослушатель в этом плане молодец, он предварил нашу работу. Да, мы до этого еще не дошли, но вот так вот комментируя, ведь на самом деле получается, что там больше рекламы, чем реальности, да? Ну, какая-то часть реальности всегда должна быть, иначе обвинят в обмане и в задуривании обычных потребителей, да? Часть реальности должна быть. Допустим, тот же самый проект Hyperloop. Идея колоссальная, да? Вакуумный поезд, вакуумной трубе, которая со скоростью звука, это 1200 км в час, будет возить людей там. Но, когда начинаешь анализировать детали, понимаешь, что сделать вакуум – это архи-сложно, поддерживать этот вакуум, да? И дорого. И дорого. Сделать трубу претизионную, которая на такой скорости будет идеально точная, тоже дорого. Для простого обывателя, посмотрите, поток-2, вот этот российский газ, там просто обычную железную трубу прокладывают, и то это стоит миллиарды. А представьте, чтобы в ней поддерживать вакуум, и чтобы она была идеально точная, да? То есть, уже посчитали, что этот проект будет, допустим, то на нем могут только миллионеры или миллиардеры только передвигаться. Вот, опять же, разгон. Многие ездили, допустим, там на каких-то американских горках, там где-нибудь в Эмиратах. Там скорость 180 км уже с такой перегрузкой ощущается. Представляете, если разгоняться до 1200. То есть, идея хороша, но вот эти реализации, мелкие вот эти нюансы, они позволяют говорить о том, что это, во-первых, не будет экономически выгодно, во-вторых, технологии не достигли такого уровня, чтобы это можно было реализовать. Да, тестово, допустим, полкилометра, может быть, можно сделать такую трубу ровную и гладкую, но сделать это в рамках какого-то Лос-Анджелес-Сан-Франциско, или там в Лас-Вегасе сделать до аэропорта, как была идея, да? Но это не нужно, это как у нас, там широкая полоса, там некому ездить будет и летать по этой трубе, да? Так что, опять же, вот, да, мы просто, радиослушатель, раньше позвонил по поводу их идеи, опять же, это идея с марсоходом Кибертрек, да, где выпустили, выпустили, показали один прототип грузовика, да, на электрической тяге, сказали, ну вот это прототип марсохода, да, и люди впечатлились сразу, 250 тысяч предзаказов разместили, да, а когда начинаешь вникать, ну, опять же, по марсоходу, понимаете, но начинаешь просто сидеть и одумываться, понимаете, на Марсе температура близко к абсолютно монолютам, минус 200 градусов, да, по законам физики, электродвигатель с аккумулятором, он не будет там работать, просто не будет производить это электричество, да, это вот самое простое, да, это самое простое, то, что можно тоже самым людям объяснить, да, также вот… Уже не говоря о радиации тоже. Да, ну, про радиацию это отдельно, это проект компании SpaceX, о котором тоже отдельно надо поговорить, значит, идея очень хорошая, значит, там есть ракетоноситель, который, как бы, опять же, идея хороша, что, допустим, Falcon, который альтернативный, альтернативный ракетоноситель, позволяющий выводить на низкую орбиту спутники, да, и, опять же, еще такой проект Starship, да, где уже непросто, это понятная идея, ракетоноситель выносит спутники для интернета, для каких-то там исследователей, но, опять же, мега-идея Starship о тяжелом ракетоносителе и тяжелом корабле, который может полететь на Марс в 2024 году, но, мне кажется, она маловероятна. Я сам тоже фанат космоса, фанат астрономии, тоже вот даже хотел рассчитать Parallax, Proxima и Centaur в парсеках, да, но, к сожалению, не нашел в Ютубе ничего такого, как это сделать, но я понимаю, что это малореализуемый этот проект по марсоходу и по Starship. Вот правильно вы сказали, радиация, низкие температуры и 7 месяцев лететь, то есть это, ну… Долго, как-то долговато, да. Но люди впечатляются, люди впечатляются. А вот еще один такой, может быть, вопрос для уточнения. В самом начале мы говорили об акционном рынке и упоминали Теслу. Вот этот акционный рынок, чтобы людям было понятно, он подчиняется законам обычным фондовых рынков, да? Да, конечно. Ничего тут такого, естественно, нет. Тоже закон, который присутствует на всех рынках. Это страх и желание наживы, да. Как только цена биткоина начала падать, сразу начали все скидывать акции Теслы, потому что люди имеют страх, боятся потерять деньги. Так же, как и со Starship. Как только упал неделю назад Starship, опять взорвался, да, естественно, сразу все эти акции сбрасывают, потому что боятся, боятся остаться последним. Никто не хочет остаться последним, все хотят сегодня зафиксировать какую-то прибыль и отойти в сторону, да? Да. Вот еще, может быть, такой вопрос, что касается вот Илона Маска. Вот мы все время говорим, вот легендарная личность, но получается, что он как бы один, продуцируя все идеи, да? Нет такой команды, да? Нет, конечно. Конечно, это огромная команда маркетологов, и, естественно, у него есть люди, которые это все… Одну идею, это вот правильно сказать, можно ее озвучить, а другое дело попробуй это все красиво оформить, то же самое запусти… Упаковать все это дело. Да, упаковать, запусти эту Теслу, да? Естественно, в это вкладываются большие деньги, потому что инвесторам нужна красивая картинка, да? Как это будет работать и будет ли это приносить прибыль, это уже вторично. Это вот уже так в его этом понимании. То есть это пусть менеджеры занимаются. Хорошо, значит ли это, что реальный проект, который реализовался, можно пощупать, чтобы там не говорили, это Тесла, пока единственный? Да, Тесла. Тесла и Соларуф. Да. Соларуф – это два проекта, которые реально… Пошли в жизнь, скажем так. Да, пошли в жизнь, да. Но опять они пока убыточны, да, пока убыточны. Тесла потребляет огромное количество денег от инвесторов только первый год, когда они только-только вышли в ноль. И это при том, что цена, вот как вы заметили, я даже посмотрел интересно на подержанной Теслы, там тоже еще цена кусается. Это тоже не для среднестатистического жителя. Да, это продукт, лакшери для богатых состоятельных калифорнийцев. Да, конечно, конечно. Поэтому говорят, что Тесла много продает. Но вот сравните, допустим, Тесла продает, скажем, 100 тысяч машин, а, скажем, «Фольксваген», вот там до скандала с дизелем продавал, я помню, по 10-12 миллионов машин, понимаете? Вот есть разница, да. Да, и, понимаете, те же самые концерны «Дженерал Моторс» или «Фольксваген», несоизмеримо их, как в советское время говорили, материально-техническая база, их дилерские центры по обслуживанию, по продаже этих машин несоизмеримы с возможностями той же самой корпорации «Тесла», которая, конечно, по капитализации их превросла просто тем, что цена акций многократно выросла. Но работают все, работают и китайцы над тем, чтобы сделать интересную машину, и индусы. Говоря, что «Тесла», может быть, это тоже подгоняет акции вверх, я, может быть, ошибаюсь, но говорят, что все-таки «Тесла» наиболее близко подошла к тому, видимо, еще законодательство не позволяет, что вообще действительно, вот как показывали эти такие картинки, когда человек сидит, там читает журнальчик или там в iPad, а машина сама рулит. А, Вик, у меня «Мерседес» точно так же рулит сам, только эта функция не активизирована, показывает компьютер, что пока нельзя ее использовать. Эта же технология уже есть вот в том же самом «Мерседесе». Так же по полосам дорожного движения она сама рулит и сама поворачивает. Ну, фактически, ну, в любом случае, можем сказать, что технологии и не только «Тесла» уже это все позволяет. Вопрос законодательства. Законодательства. И еще скажу, это опять другая тема, интернета 5G. То есть, должно быть очень хорошая сеть покрытия, и хороший должен быть интернет. Бесперебойный. Бесперебойный. С очень хорошей скоростью, чтобы машина автоматически обменивалась различными показаниями и сама работала. То есть, это будет прорыв, когда выйдет постоянно технология 5G. И она будет постоянно. Не так долго ждать осталось. Да. Высокоскоростной интернет, там хотя бы 500 мегабит и выше. Тогда это можно будет уже четко использовать. Вот интересно, до эфира мы чуть-чуть говорили, вы сказали такую важную фразу на все времена, что 80% людей, они иррациональны в своих действиях. И это в том числе имеется в виду и на финансовом рынке, да? В первую очередь, в первую очередь на финансовом рынке, да. То есть, это что, превалирует эмоции, да, вот на таким холодным расчетам? Да, это то, что люди в первую очередь получают и впечатляются. Ну, понимаете, любой человек впечатляется, когда он видит, как ракета садится задом. Мы знали 60 лет, что ракета взлетает и потом падает. Но когда она двигателем садится в обратную сторону, да. Это прорыв технологический? Конечно, конечно, это любого человека впечатляет. Конечно, конечно. Или когда футуристический, допустим, марсоход «Кибертрак» показан, как он будет и как через 4 года уже планируется его запустить на Марс. Ну, это впечатляет любого человека. Ему хочется вложиться в этот проект, даже небольшой суммой. Да, потому что фишка заключается в том, что объединяет, я сейчас вам объясню простым языком, что объединяет, скажем, добытчика нефти в Техасе, наследнего принца в Катаре, или, скажем, производителя чехлов для айфонов в Тайване, или, скажем, производителя пуховиков в Гуанчжоу. Что их объединяет? Два фактора. Плохие базовые знания в физике и в химии и мгновенное получение информации. Эти люди, их объединяет то, что они мало себе представляют, что такое Марс, и какие там температурки и условия, и одновременно эту информацию получают… Но продать пуховик, они знают как. Да, и одновременно получают эту информацию в интернете, что, о, хорошая тема, мы будем первые. Большое количество денег. Сейчас рынок такой, что правительства и Европы, и Америки выкупают государственные долговые обязательства, и владельцам больших денег некуда их вкладывать. А, извините, все гостиницы на Лазурном берегу уже скуплены фондами Катара, Саудовской Аравии, уже… Некуда вложить. Да, и в Лондоне все херротцы, все уже супермаркеты уже скуплены и перекуплены. Никто никого не ждет, да. Да, а куда-то вкладывать эти ресурсы надо, понимаете? Да, тоже интересный вопрос. Мы сейчас прервемся, я так понимаю, на короткую паузу. Вокруг финансов у нас… Нет, звук режиссера говорит, что можно спокойно продолжать. И это хорошо. Вот я такой задам вопрос. Он такой финансово-философский. И он у многих, кстати, возникает. Даже у фанатов Илона Маска, когда они эмоции спадают, они говорят, подождите секундочку. Ну, хорошо, что Марс. Это очень интересно звучит. Но, может быть, было бы выгоднее уже Илону Маску или его группе вкладываться, не знаю, в производство вакцин. Ну, мы знаем, что сейчас вот это топ-тема номер один по понятной причине. Это звучит банально. Не футуристически, это звучит банально. Ну, это же тоже позволяет зарабатывать большие деньги. Да, но, понимаете, разработка, вот эта материально-техническая база инженеров, оборудования, это невозможно сделать за год или за два. Это, опять же, надо 5-10 лет, понимаете? А может быть, даже больше. Эти все такие вещи, они долгосрочные, их невозможно произвести. Вот тут интересный тоже такой поворот, вот мы начали с Илона Маска, а вышли на такой более глобальный подход. Вот значит ли это, что те, кто даже эмоционально, как мы сказали, 80% иррационально действуют, вкладываются в акции, да, вот этих проектов Илона Маска, то они вкладываются, скажем так, это игра в долгую. Это не то, что ты сегодня купил эту акцию, завтра ее продал. Да, игра в долгую, плюс, чтобы эти деньги не были для тебя чувствительны, да. То есть, грубо говоря, ты планировал вложить 10 тысяч в различные акции, и в акции Тесла ты можешь вложить, скажем, тысячу, там, одну десятую от всех денег, которые ты планируешь вложить в другие акции, да. Но это, может быть, даже выгоднее, чем просто держать банки, потому что проценты мы сами знаем, какие. О, хороший вопрос. По банкам, Абик, надо сделать отдельную передачу, потому что сейчас вышли балансы, поговорить по банкам, как они устроены, какие новые вызовы для банков сейчас. Это надо, я думаю, делать отдельной передачей. Но если коротко, то готовьтесь к тому, что за то, что вы держите свои деньги в банке, за них надо будет пролатить. Вот к этому вы должны быть уже готовы. А не к тому, что банк вам будет платить за то, что используют ваши деньги. Вот у нас было такое всегда представление, что как, банки же используют мои деньги, он на них зарабатывает, я получаю… Меняется парадигма. Мы держим ваши деньги, вы должны за это платить. Давайте, может быть, перерыв сделаем небольшой, вот звук из-за всего подсказывает, все-таки без перерыва нам не обойтись. Вокруг финансов не переключайтесь, буквально через пару минут вернемся. Передача «Вокруг финансов» мы продолжаем. Вот мы сегодня говорим об Илоне Маске, его проектов и, может быть, его вкладе в такую финансово-экономическую систему, такую, я бы сказал, уже глобальную. Вот что касается взаимоотношений Илона Маска с государством, я так понимаю, что там тоже не все просто складывается. Ну, на самом деле, Калифорния его поддерживает, американское правительство поддерживает, поэтому даже там субсидирование происходит этих крыш, вот этих солов, да, то есть там идет по налогам, но, опять же, это на какой-то период, да, с одной стороны. С другой стороны, опять же, как известно, в Калифорнии самые большие налоги, поэтому Маск сейчас переехал в Техас, чтобы меньше налогов платить, потому что Калифорния самый дорогой штат, да. Ну, из таких сложностей то, что вот было дело в отношении него по манипуляциям, по манипуляциям акций, по его заявлениям, что акции переоценены или наоборот, мы будем там что-то мега делать, запускать марсоход. Из последних таких, ну, наверное, вы слышали из последних новостей, это город Рай, Бока-Чика, да? Да. Ну, и звучит-то грандиозно, город Рай. Город Рай, да, 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 то есть где отдельный город будем делать, то есть вот… Все управляется компьютером, да. Да, это вот то, о чем я говорил в первой передаче, что информация для инвесторов должна быть конкретная, проверенная и выполняемая, и делать какие-то заявления это является и есть манипуляцией, манипуляцией рынком, да. То есть здесь можно его упрекнуть в этом, да? Да, конечно, конечно, конечно. Вот я такого позадам, вот как раз он вытекает из того, что вы сказали, очень важную такую фразу об информации, достоверности информации для инвесторов. Ну, если взять СССР, мы все уже теперь знаем, что есть определенные гарантии по вкладам, да, вот до 100 тысяч, это вот Европейский Союз, общая гарантия. Что касается вложений в акции, там, я так понимаю, это твой риск. Значит, смотрите, смотрите, здесь тоже отдельно надо сказать, да, большие средства, большие средства от частных лиц, даже многие брокерские конторы не принимают, они сразу требуют информацию, являетесь ли вы институционным инвестором, то есть имеете ли вы опыт вкладывания в ценные бумаги, имеете ли вы какую-то лицензию и понимаете ли вы этот риск, да, то есть сейчас есть такое понятие институционный инвестор, то есть инвестор, который понимает риски потери всех денег, да, поэтому большие средства и большие брокерские компании, они за свою репутацию смотрят и говорят, извините, мы не можем у вас принять ваш миллион евро, потому что вы не являетесь институционным инвестором и не понимаете вероятность потери всех средств и того, что они могут полностью пропасть из-за экономической ситуации, поэтому… То есть они даже обязаны предупредить, да? Да, конечно, конечно, везде предупреждается, что вложения в ценные бумаги являются рискованными, не гарантируют вам прибыли и, возможно, могут быть потери. Да, это везде предупреждать. И в отношении даже многих банков проводились то же самое, регуляторы проводили расследование, где банковские дилеры и работники предлагали клиентам вложиться в акции, не рассказывая им о рисках потери этих средств. Это серьезное нарушение, да? Да, конечно, конечно, конечно. Любой человек, физическое лицо, физическое лицо должен подписаться, что он понимает о том, что вкладывание в акции носит рисковый характер и может привести к потерям частичным или к полным. К конституционным инвесторам это не относится, то есть это специализированные компании, которые, где есть специалисты, имеют опыт по фондовому рынку, и они понимают, что этот бизнес рискованный, да? Вот это, кстати, очень распространено, да? Вот интересно, вы сказали по поводу Калифорнии, Техаса, понятно, что Илон Маск связан с Соединенными Штатами прежде всего, но только ли? Можно ли сказать, что вот он вышел, не знаю, на глобальный рынок, может быть, у него есть интересы в Китае? Конечно, в Китае основной рынок для продажи машин. Сейчас вот только подскочила, почему еще подскочила цена на Теслы, что вышли данные о том, что у них улучшились продажи в Китае. Сейчас все завязано на Китае, мы опять возвращаемся к Китаю по прошлой нашей передаче, потому что огромное количество потребителей, которых уровень жизни, растущий рынок за последних 30 лет. Я 30 лет назад был в Китае, но там была просто беднота. Был в Харбине, это просто, ну, нищета. За последние 30 лет Китай очень вырос и большое количество среднего класса. И, естественно, рынок Китая для любого автопроизводителя очень важен. Там все строят заводы и стараются этот рынок завоевать. То есть, кто владеет Китаем, тот и показывает самую хорошую прибыль. Да, однозначно, конечно. Китай это сейчас самое... Китай рулит. Вот мы взяли Илона Маска, значит ли это, что фактически рядом с ним никого нет? То есть, нужно признать, что по амбициозности, одержимости он, наверное, опередил время, да? Бабик, конечно. Однозначно легендарная личность опередила время. Но такие люди были у нас уже в истории. Если так скажем, из таких простых примеров, да, то вот, пожалуйста, идеальный пример. Хорошо, когда есть какой-то пример. Великий архитектор Гауди, который еще сто лет назад запроектировал в Барселоне Саграда Фамилия, начал строить, умер и уже сто лет строит, еще, наверное, сто лет будет строить. И так все не могут закончить его. Его задумку. Такая великая задумка. То есть, пожалуйста, архитектор Гауди. Еще вам хороший пример. Ленин, который выстроил хорошую теорию мирового политариата и до сих пор это строят на Кубе, Северной Кореи. По-разному может к этому относиться, но свой след в мировой истории оставил. Однозначно. То есть, он будет в одном ряде с такими личностями стоять. Но в какой-то момент он может уйти на пенсию и может умыть руки, сказать, ну вот видите, идея была хороша, а реализация... Что касается Марса, да? Да, тех менеджеров, которые занимали. Вот эту реализацию все и попортили. По Марсу очень все просто. Возьмем хотя бы фактор солнечной радиации, которая настолько сильна, что свинцовые пластины должны быть толстые, чтобы поглотить эту радиацию. Сверх низкие температуры, близкие к... Какая электробатарея, да? Ну вот вы же знаете, простой пример по айфону. Вот тебе 70%, вот тебе вышел на мороз 50%, и вот уже ноль, да? То есть, физические процессы не действуют при сверхнизких температурах, нету движения молекул. Но поймите, производителю пуховика в Гуанчжоу это трудно понять. Так же, как и парню, который просто пять лет назад ездил на верблюде, а сейчас ездит на Ламборджини по Катару, скажем, или по Саудовской Аравии. Ну, жизнь удалась у него, как он считает, по крайней мере. Да, и поэтому в такие мелочи думать не нужно, понимаете? Хорошо. Вот кто-то может сказать из таких рациональных людей, что это всё замечательно, а зачем нам Марс? Ну, вот зачем нам Земля, нам Марс? Нам есть масса здесь всяких идей, которых развивать. Значит, смотрите, все технологии, которые используются на Земле, они изначально испробовались в космических технологиях, в космических технологиях, в военной отрасли. То есть, это как бы большой скачок в технологиях, который нам даст обратный эффект, скажем, через 30-50 лет. Абсолютно. Да. Но, поверьте, Абик, в рамках нашей жизни мы не увидим освоение Марса. Сначала будет освоение Луны, 10 или 20 лет отработка технологий, и потом только Марс. Потому что, простой вам пример. Я вот сам очень люблю астрономию и увлекаюсь этим. До Луны 300 тысяч километров. Это всего два дня ходу на корабле. А до Марса 7 месяцев лететь. Понимаете? Мы не говорим про запас топлива и еды. Да. И другие проблемы. Да. И другие бытовые. Там куча других бытовых проблем. Чтобы было просто понимание. Луна, она здесь, а Марс 7 месяцев. То, что касается космических технологий, здесь, наверное, такое можно пример упомянуть. Мне кажется, очень простой, но и понятный. Очень многие технологии, ну, для автомобилей, которые используются, передовые, они сначала ставятся действительно в дорогие модели, премиум класса, но потом постепенно они уже чуть ли не в базовом пакете. Конечно. Система пробуксовки, антиблокировки тормозов. Камера заднего вида. Камера заднего вида. Конечно. Сначала было премиум автомобиля. Конечно. Сейчас это уже даже... Десять лет проходит, и это уже идёт в обычную машину. Конечно. Так это всё есть, да. Так это всё есть. Так это работает. Ну, успеем принять звонки, потому что я смотрю, что звонят по двум линиям. Доброе утро. Да, слушаем вас. Ну, я восхищаюсь Илоном Маском. Видимо, там законы в Америке очень хорошие, что им будут развиваться. Я про Латвию скажу. Здесь я как инженер знаю, что изобретатели стонут от законов Латвии, вот. И даже президент Академии наук там очень негативно вызывался о бюджете, высказывался о бюджете. Ничего не даёт нам. Нам только вот строят Лидл, всякие реми, максимы, что мы должны животно набивать себе. Спасибо большое. Мы это эмоционально, но это очень важно, да, ведь возвращаясь в Латвию, это нам всегда интереснее более, да. Да, значит, это вот то, о чём мы говорим, да. Вот есть реальный потребитель, реальный бизнес, технология, магазин сарайного типа, люди покупают, какой-то заработок будет. И наука, которая требует больших ресурсов. Ну, и отдачи потом будет, да. И выклад будет через 30, может быть, или через 50 лет, понимаете, в Америке законодательство достаточно тяжёлое, но там есть достаточно много фондов инвестиционных, которые вкладывают деньги. Частных. Это называется посевы. Допустим, берётся 20 изобретателей и делаются посевы, посевной фонд, скажем, каждому выдаётся там по 500 тысяч долларов, и из них начинают что-то выращивать. Из этих 20 один или два проекта вырастает какой-то костик, и потом дерево, которое может принести плоды. Это называется посевные инвестиции. Ну, зато как Америка в итоге развивается. Да. На самом деле мы только знаем про успешные проекты, а про неуспешные проекты мы не знаем. Ну, такие есть тоже, да? Это никому неинтересно, конечно. Так же самое, как все знают Амазон. Но я помню кризис доткомов 99-го, 2000-го года, когда таких компаний были сотни, тысячи, и они все работали без прибыли, с огромными убытками, но все в них вкладывались. И была одна компания такая, продавала книжки, пластинки. Ну, продавала, ну, хотя бы хоть что-то, продавала, хотя бы целовала по почте. Да, был заработок небольшой, но она реально что-то делала, да? И реально какой-то имела с этого доход. Только реальное потребление, реальный рынок и реальный доход компании в будущем может её серьёзно монетизировать, да? Вот поскольку у нас стоит не так много времени, и так, как мы обычно делаем, мы прокладываем мостик, такую интригу создаём в следующей передаче. Я вот такой вопрос под занавес задал. Можно ли сказать, что вот акционный рынок, ну, фондовый, он менее контролируем государству, чем банковский рынок? Да, конечно. Так и есть, да? Конечно, так и есть, потому что здесь, как бы, акции сразу до того, как ты перечисляешь деньги куда-то, тебе уже говорят, что это риск, это твои вложения, а банков, банки это совсем другое. Банк – это институция, которая берёт на себя ответственность за средства простых людей. И каждый кризис… Это массовый сегмент, да? Да, да. Каждый кризис заново пересматривает все правила, все законы, все учёты. Вот это регулирование, да? Регулирование. Сейчас, кстати, новые балансы вышли по банкам, можно тоже сделать отдельную передачу, потому что это совсем другое. Банк на себя берёт очень большие риски за простого человека, потому что деньги в банке – это не просто какие-то виртуальные деньги, это деньги какой-то бабушки, ваши бабушки, моей или какого-то ещё, чьи туда положены. Иногда зачастую последние деньги, да? Да, это большая ответственность, поэтому регулирование в банках очень жёсткое. Каждый год оно становится всё сильнее, сильнее, сильнее. То есть, закручиваются гайки. Да, да. Вот, может быть, действительно, через четверг мы об этом и поговорим, потому что, на самом деле, может быть, я не знаю, и ни одну передачу банкам посвятим, разным аспектам, но вот, действительно, с учётом этих балансов новых, которые за прошлый год вышли, наверное, есть необходимость проанализировать, потому что не всегда неподготовленные радиослушатели понимают, что за этими цифрами стоит. Да, интересная тема, стоит отдельной передачи. Да, обязательно. Ещё у нас впереди, я думаю, и много других тем, связанных с кредитованием, там тоже целый пласт, который тоже периодически там это регулирование меняется. Отдельно можно сделать передачу, отдельно бы говорить, потому что кредитование – это не только, там очень много пластов разных видов финансирования, да. Да. Ну вот, сегодня, завершая передачу, нужно сказать, что, на самом деле, вот у кого есть такие идеи, вот эта одержимость по-хорошему, вот как Илон Маск, ведь в чём, мне кажется, его такая урок нам всем, что вот мечтать, мы говорили раньше, мечтать не вредно, но если это делать ещё вот с таким бизнес-идеей, да, вот мечта плюс бизнес, плюс вот это, как сейчас, креатив, это, наверное, может дать свои плоды. Дать свои плоды, да. Но, конечно, не все так, не все так много могут, да. Поэтому… Поэтому таких людей единицы, да. Да. Все изобретатели должны, конечно, не только тратить время на изобретение, но и на поиск финансирования, потому что это вторая сторона медали. Идея, её поддержка и финансирование, да. Да. Вас должны поверить, скажем так, инвесторы. Конечно, это самое главное. Конечно. Это самое главное вокруг финансов. Сергей Маликов у нас был в студии. Спасибо. Спасибо.